Экс-вице-министру сельского хозяйства Муслиму Умирьяеву грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием срока в колонии строгого режима. Такое наказание сегодня затребовал прокурор. В понедельник подсудимому будет предоставлено последнее слово, после которого разыграется, пожалуй, главная интрига этого дела. Подаст ли в отставку министр сельского хозяйства Асылжан Мамытпеков, который ранее неоднократно давал свое твердое мужское слово. Скандал, который чуть меньше года назад потряс министерство сельского хозяйства, близок к своему логическому завершению. Обвиненный в злоупотреблении должностными полномочиями, бывший вице-министр Муслим Умирьяев сегодня на пленях сторон в суде выслушал все, что о нем думает прокурор. На основании изложенного предлагаю признать виновному Муслиму Умирьяеву в совершении преступления, присмотре статью 311, часть 5 Уголовного консуста, и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания из правительства и колонии строгого режима. Что в этот момент чувствовал Муслим Умирьяев, предугадать было сложно, однако держался он спокойно. Защита подсудимого, как и полагается, с государственным обвинением не согласилась, и в ответ был зачитан увесистый доклад о предвзятом отношении как с чиновнику. Буквально вчера судья Эрбол Рахимбеков отказал о возвращении дела на дополнительное расследование. Я прошу суд оправдать моего подзащитного Умирьяева Муслим Таирович, обвинявшийся по статье 311, часть 5 УКРК, за недоказанностью и отсутствием его действия в составе указанного преступления. Свою защиту высказался и сам Муслим Таирович, который в очередной раз отметил, что предприниматели Макаренко и Антимонов, участвовавшие в тендере по закупу противоящерной вакцины, а также фигурировавшие в деле как свидетели, намеренно изменили показания, дабы отвести от себя уголовную ответственность. Что касательно покровительства и вымогательства денег, то я к этому не имею никакого отношения, отметил подсудимый. Что касается лоббирования, что касается просит Антимонова и интересов Макаренко в отношении конкурсов по закупу ветеринарных препаратов, то я хочу заявить, что все, что касалось данного конкурса, все, что выходило за рамки закона, мною не поддерживалось и никакого содействия не оказывалось. Ранее в суде Умеряев уже заявлял, что одалживал у Антимонова денежные средства. 50 тысяч долларов на годовщину смерти отца и позже 100 тысяч на погашение банковского кредита. К слову, министр сельского хозяйства Солжан Мамыдбеков уже высказывал свое недоумение касательно ареста подчиненного. И на своей странице в социальной сети дал четко понять, как он поступит в случае несправедливого, по его мнению, исхода. В случае, если в установленном порядке судом будет признан факт совершения умеряемого коррупционного преступления, то я готов подать в отставку сразу после вынесения обвинительного приговора. Марат Токулин, Шенгас Сулейменов, Информбюро, Астана.